здравствуйте меня зовут федор васильев в этой статье вас ждут 5 видео уроков об интересных плагинах для jumla от известных разработчиков которые давно существуют на рынке еще с 2009 года когда jumla была 1.5 версия я уже знал о них и некоторые плагины использовал на своих сайтах в чем отличительная черта данных плагинов чем они популярны чем они хороши у данного разработчика около десятка полезных плагинов для jumla как бесплатные с нормальным таким функционалом так и расширенные версии данных плагинах про версии это если кому-то будет там не хватать каких-то опций чем они эти плагины отличаются от других плагинов это как правило небольшой функционал это плагины в основном и они внедряются в ядро jumla то есть внешне выглядит так как будто бы это родные плагины jumla то есть по дизайну и вообще расположение элементов очень так похоже как будто вы знаете вот действительно это вот функционал самого движка jumla и крайне полезные плагины то есть небольшие но крайне полезные например модули где угодно на сайте например вход там по ip-адресу кнопка кеширования до сброс кеширования jumla и так далее и много-много других плагинов полезных это табы вкладки всплывающие окна тесное взаимодействие со статьями jumla с родными статьями jumla даже на самом сайте fedorovasilev.com я использую около трех плагинов от данного разработчика и давайте взглянем сначала на сайт разработчика о ком я говорю и рассмотрим на мой взгляд пять интересных плагинов из его линейки всех вот этих плагинов итак разработчик о котором я говорю для тех кто не знает regular labs а вот его адрес вы можете видеть можете перейти на его страницу скорее всего придется переходить через браузер chrome чтобы страницу перевести на русский язык чтобы вам было что то есть понятно если конечно вы не знаете английского языка здесь можно перейти кликнуть вот на эту кнопку и посмотреть весь список плагин как правило все его плагины имеют бесплатную и про версию большинстве случаев бесплатных версий вам будет достаточно так как я практически все его плагины знаю практически все плагины я смотрел на протяжении последних десяти лет и могу сказать что это качество что это настоящий профессионал знает свое дело и у него особенная черта что он делает крайне полезный функционал по сути просто расширяя функционал jumla и это не реклама мне он не заплатил и даже я не буду пользоваться его партнерской программе если конечно такая есть я даже это не смотрел я просто записывайте уроки потому что мне нравятся многие его плагины и я хочу записать 5 видео уроков на 5 его плагин в который я выбрал в рамках данной статьи на своем сайте fedorvasilev.com и первые плагины которым я поговорю это вот этот плагин я вам сейчас вы показывают также можно кликнуть по заголовку и там все описано в деталях если перевести на русский у него здесь есть техническая поддержка то есть текстом видео он показывает как это все применить как это работает разобраться получится тем более я сейчас вам покажу видео как это все выглядит конкретно данный плагин что он делает смотрите он добавляет просто мощнейший функционал для расширения возможностей модулей то есть модули которые вы используете на сайте любые модули jumla если перед вами стоит задача скрыть например какие-то модули чтобы не отображались на мобильных устройствах или наоборот не отображались на компьютере а на мобильном отображались также для планшета а также отображение модулей по разным условиям до вплоть до того что с какого устройства человек заходит то есть компьютер или он заходит с какого браузера он заходит отображать данный модуль тем или иным лицам то есть вы по сути устанавливается данный плагин и появляется дополнительная вкладка абсолютно во всех модулях джумла давайте наглядно посмотрим как это работает установить можно двумя способами вы можете просто скачать вот по этой кнопке кликнув зеленый на компьютер сначала данный плагин потом установить его на джумла или можно воспользоваться репозиторием прямо с админки джумла и установить данный плагин достаточно просто скопировать его название скажем мне за админки будет удобнее то установить я буду использовать свой демо сайт которыми находится на локальном компьютере здесь я перехожу расширение установка у вас должна быть установлена jet вкладка если у вас такая если вы пользуетесь именно такой установкой то у вас тут проблем не возникнет здесь будет поле поиска вы в поле поиска вставляете название данного плагина нажимаете на кнопку поиска ну да если вы скачаете с его сайта данный плагин то вы перейдете сюда и установите его отсюда уже с компьютера смотрите через поиск вот его нахожу advance модуль менеджер называется он то есть как это компоненты плагин далее еще раз нажимаем install установить еще раз нажимаем установить то есть прямо из админки по сути устанавливаем данный плагин вы увидите примерно вот такие же вот всплывающие окна что у нас все установилось давайте посмотрим куда это все установил перейдем плагины можно кликнуть по индификатору кликнуть еще раз чтобы просто отсортировать и увидеть а это системный плагин да давайте зайдем внутрь то есть по сути настроек тут даже никаких нет установилась два плагина да и вот еще один плагин видим по названию что это тот же самый плагин и тоже не имеет никаких настроек то есть они по умолчанию сразу сами включаются активируются то есть нам здесь даже ничего делать и не нужно в компонентах если мы с вами посмотрим компоненты здесь нет то есть по сути установился только плагин и все у нас уже есть функционал сам функционал как я и сказал это для модулей то есть это плагин но он дает функционал в нашем модуле абсолютно все модули джума переходим в модули джума смотрите если даже вы создаете модуль например даже тот же html код вот да и любой отсюда модуль который вы используете в каждом модуле будет внедрена вкладка с дополнительными опциями не только вкладка здесь прямо видите добавляются вот такие вот квадратики для визуализации можете просто кликнуть по квадратику из предложенных цветов выбрать цвет все это сохранилось скажем каждый модуль пометить каким-то цветом чтобы просто визуально не потерять и знать где у вас какой модуль если вы много модулей всяких там разных используйте посмотрите я вам просто показываю вид как это выглядит и если мы сейчас плагин отключим для тех кто возможно не знает как выглядит по умолчанию все это перейдем модули смотрите вот так это классический выглядит видите никаких больше квадратиков цветами нет чтобы мы цвет выбрать не можем давайте я перейду в какой-нибудь модуль покажу как это выглядит смотрите вот они дополнительные параметры да по сути и ничего больше нет у нас есть возможность только выбрать на каких страницах отображать данный модуль тут например будут настройки самого модуля классические значит параметры которые в принципе здесь мы никогда ничего не трогаем права доступа все вот так это выглядит родное все джуму если мы с вами зайдем или опять активируем данные плагины чтобы просто вы понимали насколько мощная разница как я и сказал видите добавляется каждому модуль автоматически вот такой вот бокс даст где мы можем выбрать цвет и посмотрим давайте например модуля login form то есть авторизация на сайте вот да найдем его здесь вот у меня login form заходим в настройки также управлять цветом можно и отсюда если вы хотите цвета задавать стандартные настройки данного модуля естественно рассматривать не будем вот переходим на эту вкладку из и видим посмотрите просто огромный огромный список всевозможных опций причем у нас и русский язык тоже здесь интегрирован вы это видите здесь просто вы смотрите включить исключить то есть если вам нужен какой-то определенный критерий давайте посмотрим одно из самых таких интересных и востребованных это устройство смотрите мы исключаем выбираем например кнопку раскрывается дополнительная опция где я кликаю вот в это окно и например этот модуль я не хочу отображать на мобильном и на планшете вот этот декстоп это компьютер если для компьютера не надо отображать значит выбираем то есть это конкретный модуль вот это вот авторизация на сайте будет скрыт соответственно майн меню то другой модуль и там тоже есть уже это дополнительная вкладка где вы тоже можете абсолютно все то же самое настроить все из мысла объяснять дальше здесь как бы нет здесь просто вы смотрите что вам нужно да это может быть либо включение данного модуля конкретно где-то либо это исключение либо игнорировать когда данный параметр не будет задействован просто читаете по названиям это для какого-то урла например конкретно включить можно то есть url страницы операционная система дату как я и говорил что можно например чтоб только люди заходя с windows 10 видели данный модуль и другие параметры то есть крайне полезный плагин вот этот вот и я на самом сайте федоровасильев.com конкретно его я тоже использую то есть вам достаточно бесплатной версии на мой взгляд то есть здесь более чем достаточно платить за него я не думаю есть ли смысл честно говоря даже не знаю что там в платной версии наверное что-то очень мощное раз столько полезных здесь вкладок для бесплатной версии но я уже много говорю давайте проба просто протестируем до скрываем его на мобильном на планшете сохраняемся идем на сайт смотрите обновляемся этот модуль я вижу авторизации для компьютерной версии я сейчас сделаю демонстрацию имитацию мобильного устройства еще раз обновлюсь например посмотрим с вами через имитацию galaxy s5 да смотрите просто обновляем страницу видим что нету модуль вот он этот модуль был рядом с модулем майн меню то есть я реально скрыл его за счет данного плагина видите нету если я опять компьютерную версию открою надо будет обновиться вот этот модуль сразу появился все надеюсь для вас эта информация была полезна пользуйтесь очень очень полезный плагин а в следующем видео рассмотрим следующий плагин бесплатный от данного разработчика как вставить любой фрагмент заготовленный фрагмент контента в любую статью джумла чтобы ускорить рабочий процесс